Как тебе вообще приходят в голову такие идеи? Публично лучше не рассказывать. Я слышал, что ты делал организацию чемпионата мира, да? Предлагали, и я, о, этого никто еще не делал. Прикольно, надо придумать свой язык. По обстановке была фантасмагория. Сейчас такой период застоя. Ну иди водки выпей, да, там, ну, поухаживай за другой телкой. Давайте, переведите ко мне на карточку 500 рублей. Феликс, привет. Привет. Долгожданная встреча наша. Так, ну и че? Мы с тобой не виделись, наверное, больше пяти лет. Последний раз я у тебя был в твоем Ленинград-центре на замечательном представлении. Очень она меня впечатлила. Я не помню, что ты смотрел. Название я не помню, но там была смесь акробатических трюков. Это везде. А что было? Ты знаешь... Какие по обстановке? По обстановке была фантасмагория. Прям, ну, такого я никогда не видел. На тот момент меня это очень сильно впечатлило. И потом мы с тобой еще обсуждали, как тебе вообще приходят в голову такие идеи. Вот давай начнем с того, что все твои регалии и заслуги мы перечислим в формате чтения. Давай начнем. Как вот у тебя возникают идеи создавать вот в пространстве российского телевидения, кино, такие вот уникальные вещи? Ну, давай так, сейчас, если вот тем более мы давно не виделись, вообще за эти 5-6 лет так случилось, что я как бы отошел от телевизионного продакшена. И я напомню, мы когда-то тему обсуждали, что для того, чтобы заняться кино, надо уйти в него с головы. И после, скажем так, моего киношного опыта, мне стало вот именно это понятно. И понятно стало, что когда ты, скажем, для эксперимента, для пробы решаешься, допустим, сделать свое кино, ты выкладываешься как бы первый раз, вот все свои представления о... Как только ты хочешь перейти вот эту грань пробы в профессию, в дело жизни, да, ты должен понимать, зачем ты это делаешь. Если ты изначально исторически не кинематографист по профессии. Я же таки театральный режиссер, телевизионный, так сложилась жизнь. И я понял, что для того, чтобы всерьез, ну, полноценно заняться кинематографом, надо понимать, каким... надо придумать свой язык. Свой кинематографический язык, потому что историй... У меня очень много за эти годы в столе лежит там синопсисов, каких-то пропост сценарных. И я к ним возвращаюсь, там что-то устаревает, я совсем откладываю, что-то появляется новое, я это фиксирую, я пишу. Но и когда у меня спрашивают, типа там, что ты не снимаешь, я всегда отвечаю одну вещь. Пока какой-то материал из моих идей я не почувствую на уровне, как это рассказать языком камеры, я в кино не полезу. Потому что это все равно не основная моя профессия, и это не это меня кормит, да, если говорить, там, скажем, мне надо снимать кино, чтобы зарабатывать деньги на жизнь, там, и так далее. Поэтому я могу себе позволить в этом плане пойти туда опять, когда я пойму, что мне есть что сказать. Не в смысле даже концепции или идеи, там, кинофильма, сериала, а каким языком. Вот что я скажу оператору, как мы будем снимать, да, как камера, что в кадре будет, какой будет кадр. Потому что все-таки я понимаю, что особенно сейчас, в наше время гаджетов, да, мы же больше сейчас перешли, перешли, скажем так, в визуальный мир. Цифровой, да. Да, то есть даже не то, что цифровой, понимаешь, как бы слово, оно же тоже оцифровано сейчас. Но человеческая психология вот в начале 21 века перестроилась от звукового восприятия, да, словесного к визуальному. Вау. Человек две секунды смотрит на картинку, и он больше воспринимает информацию, чем пока он прочитает страницу текста, сделает выводы, проанализирует. То есть время получения вывода и эмоций у человека сократилось. То есть сам концепт восприятия информации поменялся. Да, и тем более кинематограф – это визуальное искусство. То есть если я не придумаю вот этого языка визуального, которым я разговариваю, то, наверное, я никогда не вернусь в кино. Вау. Что касается там телека, мне грустно сейчас, что, к сожалению, видимо, сейчас такой просто период, когда, ну, вот этот всплеск, который был в начале нулевых, такого нового телевидения, новых форматов, появилось же много индустриальных, как бы в хорошем смысле слова, музыкальных форматов. Там и голос, там, и дуэты, и все, что угодно. И «Х-фактор», и там «Год Теллен», да, который там по всему миру во всех странах идет. Это был всплеск. А сейчас они уже там идут 20-е сезоны, 10-е, 15-е, 17-е. То есть ты имеешь в виду не локально у нас в стране? Вообще, вообще во всем мире. То есть ведь телевизионное пространство, оно единое в мировом понимании. И когда в какой-то стране появляется формат, который доходит до любого зрителя, конечно, его тоже заимствуют, покупают, или перерабатывают в других странах и так далее. И вы знаете, получается, что сейчас такой период застоя, мне кажется, во всем мировом телевидении. Но вот «Маска» — это прям последние потуги. И то это азиаты придумали, понимаешь, что это безумие, что в голове кто-то там что-то поет. Измененным голосом как ты, дебил, пытаешься узнать. Это же как ты досконально должен знать там артистов твоей страны, чтобы там из десяти в обработанном голосе пытаться узнать там Васю Пупкина, который там, ну, может... То есть изворачиваются так, чтобы эту эмоцию достать из зрителя. То есть поэтому, ну, как бы, прошел тот период, когда мне было очень интересно на телевидении. И вот как с кино, ну, как бы, 25-й раз придумывать там, ну, как артист споет ту или иную песню, у которой ты там... То есть у меня единственная есть традиция с телеком связанной, которая стараюсь держаться до последнего. Надеюсь, в этом году она будет. Это «Новогодние ночи» на первом. Я, кстати, делал отъезда. Я был у тебя на одной из передач, да, я помню. Это прямо как в «31 декабря» мы с друзьями ходим в баню, да, из «Зародней судьбы». Традиция. Вот для меня традиция, чтобы в «Новогоднюю ночь» я на телеке увидел что-то из своих работ. Можно я тебя даже перебью? Ты не поверишь. Я вот помню этот момент. Я захожу, там, на мой взгляд, Ольга Бузова в кадре, крупным планом у тебя, да, на мониторе. И ей попал такой лепесток прямо на реснице. И она вот так делает, пытается это сдуть. Это так смешно. Но для меня это прямо в памяти застряло. Вообще, а вот ты, когда делаешь такие передачи, как много казусных моментов? И ты, наверное, запоминаешь это? Да, потому что по-разному. Слушай, ты знаешь, часто спрашиваю, что у вас было такого забавного? А мне особо иногда нечего рассказать, потому что то, что кажется людям забавным и происходит, оно как бы часть всего этого. И вот я как-то это не выделяю. Вот эти вот, знаешь, там эти все эти блестки в ресницах, сломанная декорация, и ты ложишься на пол и сам ее крутишь, потому что привод замкнуло там до каких-то вещей, которые даже, скажем так, публично лучше не рассказывать, за каким чудом, что иногда стояло. Поэтому, ну, как бы что-то фиксируется, но мне иногда нечего там такое вот прямо рассказать, давайте поржем. Ну, как бы, оно все весело и озорно, потому что, ну, как бы... Атмосфера новогодняя. Да, да. И не только новогодняя, там, в других проектах. То есть, когда рабочая, озорная атмосфера, то все происходит именно вот с казусами и без казусов. То есть, но это всегда в плюс, как бы, оно дополняет, как бы, эмоциональности и в результаты происходящие. Вот это про телевидение, понимаешь, да? То есть, вот сейчас такой период, когда какое-то время назад мне было интересно, там, предлагали, и я, о, этого никто еще не делал. Прикольно. А кто будет в команде? Супер, такие люди. Клево. Побежали. Давайте делать, давайте придумывать, давайте это пытаться там воплотить. Сейчас очень много наработанного. И когда ты уже, там, пятый, шестой раз делаешь, ну, как бы, даже, ну, скажем так, даже если это в ущерб каким-то, там, материальным благам, я ухожу. Вау. Не из-за конфликта какого-то, а просто я понимаю, что я начинаю, ну, знаешь, не то, что через свете, а какая-то такая присневилась такая, в тебе самом появляется, вот в этом автоматизме. Так, Вася, мы там берем снег-машину, нам нужно 25 стульев. Так, все, ладушки, камера, мотор, поехали. И когда ты это ловишь в какой-то момент, знаешь, когда у меня был первый звоночек по поводу телека, когда мы начнем какой-то проект, и человек, который отвечал там за реквизит, он уже выкатывает список, он говорит, ну, тебе же вот это будет надо. И он читает список, то, что я всегда прошу на площадку. И я так пум-пум, то есть уже как бы выработал штамп, как делает Феликс. И я так начал ограничивать, брать меньше это, или брать только что-то новое. А вот вопрос про уникальный проект, на котором я бы хотел побывать, допустим. Я слышал, что ты делал организацию чемпионата мира, да? Закрытие шоу и открытие. Там вообще была прикольная история, потому что впервые в истории чемпионатов всех так сложилось, что одна и та же режиссерская группа проработала на всех протокольных историях, ну, как бы то, что у них по формату должно быть. Жеребьевки, Кубок Конфедерации, сам чемпионат. То есть все церемонии делала одна и та же авторская группа. И тебе удалось? Да. И мне было приятно, потому что как бы сначала там мы участвовали в первой предварительной жеребьевке, через полгода к нам вернулись, а не хотите ли вы там придумать это, потом нам предложили Кубок Конфедерации. И как бы вот так мы прошли весь этот путь. И это интересно, потому что ты улучшаешь, то есть ты как бы учитываешь свои ошибки. Ты уже что-то придумал, показал, а у тебя тема почти всегда одна и та же. То есть ты про футбол или про страну, в которую идет, да? То есть ты каждый раз изгаляешься, придумаешь, а как в этот раз про это рассказать? Синхронизировать, да. Как это показать? Потому что ты год назад делал, ты эти приемы уже использовал. Зачем? Значит, нужно новый прием. И это был прям такой очень крутой опыт. Опыт. И, во-первых, такая, наверное, это было, как сказать, наверное, это было такое резюмирование вообще того, что мы делали в этом жанре с точки зрения спорта, стадионных шоу, больших перформансов, да? То есть это такое резюмирование было наших умений, нашей команды. Потому что, знаешь, когда... Это не кокетство. А когда мне говорят, типа, вот ты сделал вот это. И говорят о каком-то проекте, то есть не только про чемпионат, там, телевизионные проекты. Я всегда говорю, не, не я. Потому что это невозможно... Есть вещи, которые невозможно... Ну, давай так. А рабочая команда на вот церемониях рабочие... Это сейчас я не буду называть цифры людей, выходивших на поле. Порядка 500 человек. И от каждого на каком-то этапе зависело то, что произойдет в конце. Понимаешь? Я. Ну, да. Я придумал, как это может быть. Там, предложил. Но, опять-таки, когда я говорю, давайте везде подбегать чашка кофе. И у нас уже с тобой на столе стоят две разные чашки кофе. Понимаешь, да? То есть, да, я должен выбрать такую или такую чашку кофе. Да. Но делать ее, предлагать, какая она будут другие люди. И какая с теми их талантливости там. Понимаешь, да? Их честность в делании своей работы. Ответственность, да. Да. Твой результат зависит от огромного количества людей. И это всегда командная работа. То есть, в творчестве тут еще и командная работа. В конце концов, понимаешь, да? То есть, я считаю, что в одно рыло работает только там две-три творческих профессий. Это художник, который сидит, сам рисует. Ну, то есть, изобразительное искусство, да? Наверное. И писатель. И то современное писательство, если ты хочешь опубликовать свое произведение, ты сталкиваешься с редактурой, с издательством, у которого есть свои условия. То есть, уже с теми, кто до тебя так... И ты уже такой... Ограничивая, да. Ограничивая, либо формирует, придает форму как бы там твоей вольности. Круто. Понимаешь, да? Это всегда командная работа. Поэтому... Вот. А теперь... Возвращаясь к Ленинградцам. Да, вот теперь, вот как бы мы прошли кино, и так послужилось, что за последние 12 лет в целом я сконцентрировался на работе с этим проектом. потому что это театр, и, ну, как я часто говорю, я боюсь кого-нибудь прогневить там, на небесах, потому что, когда тебе в 40, там, с лишним лет вдруг предлагают сделать свой театр. В смысле? В смысле? При том, что у тебя за спиной только телевизионный формат, кинематограф, там, большие ивенты, шоу, праздники, но не театральная жизнь. То есть, тебе предложили в 2014-м? Раньше, потому что, как бы, так получилось, что я был в той команде, которая, как бы, готовила реконструкцию этого здания, это же старинное здание. Да. И оно было в достаточно плачевном состоянии, там, что только они пытались сделать, начиная с 90-х. И была идея, что там, эфемерная, что там будет что-то развлекательное, да, в театральном формате. А как это будет? В какой атмосфере? Что это будет? Это все рождалось, вот, как бы, у людей вместе. И когда уже там открылись, появилась труппа, тоже пару лет мы нащупывали, что показывать зрителю. Вот то, о чем я говорю. То есть, мы искали свой язык. И, конечно, мне это было гораздо интереснее, чем все остальное, что попадалось, скажем, с точки зрения работы или профессии на стороне. И сейчас я понимаю, что, наверное, вот это, скажем так, выбор, выбор каких-то потерь, амбициозных с точки зрения других проектов. То есть, я за эти годы отказался от очень много. Тем более, после чемпионата были, ну, тот же Катар. А концепция в тендере была на третьем месте перед финальным решением. Я попросил ее отозвать, потому что по срокам совпало с моей премьерой в Лигра-центре. Ну, так, наш график шел, и вдруг они сообщают даты, с какого момента надо уехать туда и готовить все. Я говорю, нет, я не могу уехать. Это приоритет. Да, я говорю, я не уеду. Вау. Ну, понятно, что не было гарантии, выиграла бы моя концепция или нет, но то, что мы были третьи, это уже, понимаешь, да, там весь мир стоял. Очень близко. Ну, да, я знаю тот список конкурентов, который был, и для меня это было приятно. Причем мы не ездили, подавали сами, все было дистанционно. То есть это уменьшает эффект подачи. То есть ты даже не присущ, ты эмоционально не подтверждаешь то, что выложено на бумаге. В чем разница дистанционной работы и работы... Как бы онлайн от оффлайна, да, в чем разница? Онлайн, к сожалению, в нем нет души. Все секундный, минутный, то, что есть в общении. Вот мы с тобой говорим, мы смотрим в глаза, там, да, там считываем наш язык тела. Дальше это нарежется, ты выложишь это на своем канале, и, по сути, люди будут не чувственно воспринимать наш диалог, а смыслово. Если у кого-то там эмоциональное восприятие слова из зрителя будет сильное, он начнет делать выводы из нашего разговора, да. Тот, кто формалист, и, скажем, ну, чуть менее эмоционально с точки зрения восприятия, ему может быть даже и скучно в какой-то момент. потому что с экрана ни твоя, ни моя энергия далеко не прольется. И это же проблема нашего времени. А ты вот даже не знал, да, что направление на моем канале я назвал «разговоры по душам». Ты вот, знаешь, читал, да? Ты написал, мне был сам факт, ну, сам факт был интересен, что мы не видели столько лет, с учетом еще, что ты вообще был как бы в другой ипостася жизни. Поэтому, то есть я понял, что это лаборатория души, как бы, вот, то, чем ты занимался в период тогда, что это в продолжении этого, что это про творчество, да, там. Но вообще я считаю, что, ну, проблема этого времени – это то, как человек работает со своей душой. Вау! Интересно. Вот к каким-то таким вещам я прихожу, потому что, там, наверное, от того, что, знаешь, там, прошел период амбиции, прошел период такого внутреннего хайпа. Люблю это слово, но это вот понятно, аудитория. То есть, когда ты, и я это сделал, и я это сделал, и я это могу, и я это могу. И ты это делаешь, все правильно, все здорово. Потом в какой-то момент ты понимаешь, что, блин, а что дальше? Я вот тут, там, мы с моим знакомым общались, он режиссер, и он сейчас такой в топе, где-то очень много телевизионных, он с телевидением работает, где-то огромное количество проектов, огромное. Он как-то, мы сидели, разгаривали, он говорит, ты можешь себе, я за год сделал, там, 580 музыкальных номеров, 580. Это больше, чем в год. В день несколько номеров. Ну, это почти, там, полтора-два номера в день. Я говорю, а что ты будешь делать дальше? Я говорю, ты понимаешь, что, как бы, ты потом будешь перерабатывать себя самого, потом будешь перерабатывать переработанное. Планку повышать. А тебе, там, типа, тридцатка. Ему тридцатка. Я говорю, что ты будешь к сорока делать? Он говорит, ну, я там что-то другое буду делать. Я говорю, да, но к тому времени ты физиологически и энергетически выдохнешься, а переключиться на что-то новое, кто его знает, может, тебе на твой организм не позволит. Ты здесь высказался? Ну, все, пойду на другую сторону реки. И не доплыл. Интересно. Вот в продолжении про душу, да? Вот, живя в другом ментальном и капиталистическом, наверное, укладе, ты понимаешь, насколько... Не капиталистическом, а рациональном. Можно и так выразить. Мы все живем теперь в эпоху как бы денежно-деловых отношений, поэтому тот мир просто более рациональный. Рациональный, окей. А, сейчас я, подожди, я прям... Давай, давай. Смешно, я сегодня ночью там отвечал на вопросы для одного издания, и они про одно из шоу спрашивают, типа, кто романтичнее, там, французы или русские, потому что там в основе спектакля французский такой маленький фильм. И я ответил, что на самом деле на данный момент, я считаю, что в России самые романтичные люди, потому что здесь еще не до такой степени рационализм в отношениях людей поглотил нас. Мы еще пока ходим на свидания, и, по-моему, такого количества цветочных магазинов нет ни в одной стране. Не поверишь, я вот как раз об этом, в плане того, что разговариваешь с устоявшимся уже американцем, устоявшимся, это не иммигрант, который в первое, второе поколение, а который уже, ну, давно там, и ты чувствуешь поверхность. Вот я могу, условно говоря, со своей формы это рассказывать, но поверхность это означает, что ты не чувствуешь энергию соединения внутри. Вот нету душевного разговора. Это просто пощекотать, как-то, ну, дотронуться, и ты начинаешь скучать. Почему? Потому что ты знаешь, как это. Вот я сейчас вернулся, я сейчас разговариваю, я так от этого кайфую. Почему? Потому что это вот на уровне ДНК, вот ты говоришь, романтичное, да, восприятие. Это на уровне ДНК, потому что так сформирован язык, так сформированы жизненные устои, да, где-то тяжело, где-то вот за окном серость. Но это романтика. Это не всегда вау-вау-вау, круто и хорошо, и проблем не существует. Это действительно вот такая волна, полный диапазон. И когда ты его чувствуешь, я прям, знаешь, питаюсь этой энергией. Это круто. Поэтому очень многие люди недооценивают, насколько глубина, вот глубина, не то чтобы просто русский язык, глубина творчества, да, Достоевский в оригинале, глубина вот твоих произведений. Ну, поэтому я тебе скажу, вот единственное, что вот исходя из этого, точно сейчас даже у нас в театре приходит как бы третье поколение артистов, ну, как бы, во-первых, театру 10, даже те, кто пришли туда, там, на первых кастингах было 18, сейчас им уже 28, а у нас дело молодое, веселое, то есть появляются новые ребятки, и вот мне уже в них не хватает вот этой глубины, которая, скажем, давала советская школа или постсоветская школа, советское или постсоветское воспитание, то есть они уже чуть-чуть легче, они не так, ну, то есть им легче пойти к психотерапевту, я говорю, блин, ну, какой психотерапевт 21 год? Ну, какой? Ну, иди водки выпей, да, там, ну, поухаживай за другой тёлкой, там, ну, просто слей куда-нибудь там энергию, понимаешь? Чего к этому психотерапевту идти, понимаешь? Всё, всё можно решить самому с собой, никто там чужую беду руками не разведёт, понимаешь? Это всё туфта. И когда в комнате из них там просыпаются какие-то такие вещи, думаю, ой, как здорово, вот чё, и люди сами меняются. Да, здесь всё-таки поглубже, пока так. Ну, ты знаешь, это вот, на мой взгляд, и про цветы. Я уехал, у меня была возможность продавать в цветочные магазины мишки из роз, какие-то изделия цветочные. И я, когда весь этот рынок мониторил, там, Филадельфия, Калифорния, Нью-Йорк, я просто удивлён был, насколько скудный рынок цветов. Это было лет пять назад, и вот, наверное, каждый год особо ничего не менялось. И вот, когда я даже уезжал вот в течение этого года, я просто понимаю, что, ну, приезжая сюда, здесь вот настолько это разлито. Это рынок эмоций, удивления. А там они как бы скупы на эмоции. Им типа 40-50 долларов потратить на букет на 8 марта. Зачем? Это непрактично. Ну, типа, это немножко... Поэтому с этой стороны, конечно, ты тут выигрываешь. Но есть... Я всегда за то, что всё это в балансе, как бы, и нужно смотреть и брать лучшее отовсюду, как бы, и пытаться самосовершенствовать себя в векторе, в будущее. Но ты прям считываешь вот все те вещи, которые ты говоришь, и про психологов. Я сюда приехал, и, знаешь, и вот мне термины сыпятся от молодого поколения. У меня сестрёнка чуть моложе меня, да, допустим? Ну, какой коучинг там. А потом ещё смешно, что человек ещё ничего не создал сам, а уже бежит учить других. Ты прям снимаешь с языка. Вау. Это на каждом шагу. Причём я иногда с ребятами разговариваю, и не только в театре. Вообще, когда сталкиваешься с молодым... Ну, с этим поколением, скажем, да, там. То есть они там ровесники моих старших детей, там. И мне это интересно. И я точно не впадаю в, знаешь, в такое старческое обрюзжание или нравоучительство. Это точно не про меня. Но я удивляюсь. То есть потому что я же знаю, как работает вот это, как работает это, и в чём... Особенно с творческими людьми. Это же эмоции. Любовь творится, как бы он должен создавать эмоции. Рецепт создать эмоцию — это набор определённых очень точных факторов. И если ты там, не знаю, решил там станцевать или сделать номер там, про старуху, про оценщину... Ну, если ты не читал это... Я посмотрел кино. Причём тут кино? Кино — это пересказ пересказанного пересказа. Были такие случаи, да? Да. Вау. Вау. Я говорю так, ещё смотря какое кино ты поставил, ещё там версии интерпретаций, есть талантливые, есть бездарные. То есть одно дело, когда ты смотришь на Казанову в исполнении Сезерленда у Феллини, потом ты берёшь с полки другой фильм Казанову с хитом Леджером «Царство его небесное», и какого Казанова ты будешь играть на сцене? Это же призма. А если ты не видел Казанова, Казанова, Феллини, и ты представляешь, только с Леджером, у тебя представляешь, что просто хороший, милый, сладкий герой-любовник. И ничего не прочитал про Казанова. То есть как же вот это вот... Я, кстати, вот... Ну, просто... Ты всё же с деталей, с мелочистой, ты должен познавать, познавать, познавать. Потому что эмоция, она рождается от этого. Чем ты больше... Меня очень сильно порадовало, точно, именами не буду раскидывать, парень-танцовщик работал у нас в Ленинград-центре, но я понимал, что как бы он, скажем, достойен другого театра, он более как бы философский танцовщик, артист и так далее, что тот жанр, который у нас существует, он для него... Ну, как бы он его не раскрывает целиком. И мы периодически... И он там... У него началась карьера в Европе, там это... И так далее. И когда он уже там ушёл, мы видим себя периодически, и однажды разговариваем про вот эти его поездки, обучение, я говорю, там, кто что-то здесь делает, кто что-то... Там что-то тебе сказали это. Говорит, вы представляете, меня поразило, я пришёл в Париже к педагогу, который... Который... как стопа работает в балетном классе. Он говорит, он вместо того, чтобы там посмотреть, как я... Что я себя представляю физически, он задавал, что я читаю. Я говорю, и... Он говорит... Он мне сказал, что если вы не читаете, про что вы будете танцевать? А ведь это уже можно концепцию на всё вообще перераспределить. Если вы не читаете, про что вы вообще? Это же... Это же пазл. Вот не поверишь, я учился в РУДН, не на гуманитарных, да, направлениях. Я разговаривал из журфака с людьми, которые... которые связаны с литературой. Говорю, Овода читали? Войнич. Нет. Теодора Драйзера читали? Нет. И для меня был шок. Я пришёл из обычной деревенской школы, ну, благо, там у меня была бабушка с библиотекой дома, которая мне вот так вот прям назидательно говорила, что нужно читать. И я такой, а с кем говорить? Если люди учатся в университете и в этом направлении пытаются быть специалистами, компетенцию набирают, мне с ними... Ну, Халет Хасыни, бегущие за ветром. Какие-то такие выборки, которые мне типа советовали, не только из классики, да, но из таких эмоционально сильных произведений. И я такой, ну, это же скудно. И типа... И типа, вау, а представляешь, если появляется человек из профессии творческой, и он читал все эти книги, ну, с ним уже есть про что. Не только, да, потанцевать. Круто. Я очень часто там на какие-то репетициях ребятам говорю, ну, во-первых, я им там раз в полгода выдавил какие-то списки, которые я считаю, что они должны прочесть, а особенно перед какими-то новыми постановками, даже при всем, при том, что якобы у нас там легкий жанр, да, там, я говорю, вот это хотя бы по диагонали, зараза. А можно услышать вот твой топ, там, пять-десять? Что вспомнишь? Ну, смотри, во-первых, база, вот, вот, прямо неделю назад был разговор, я говорю, посмотрите, есть несколько книг, которые любой творческий человек должен прочитать точно, причем, это с детского сада, в любом изложении Библии, причем, старый и ветхий сад, ну, хотя бы в любом изложении, пусть в облегченном, для детей, Библии возьмите, если вы не готовы читать сложные тексты, да, там, не уставать от перечисления имен, там, перед тем, как перейти к событийному ряду, прочитайте легкое изложение, но Библию надо знать. Да. Скажем так, человеку, который живет на территории, где в основе лежит христианство, человек творчески должен, обязан знать, мифы. Желательно не только мифы и легенды древней Греции, но хотя бы это, потому что вся европейская культура построена вокруг вот этой книжечки, в которой там сто с лишним этих мифов и преданий. Интересно. Это две книги. И третья – это Декамерон. Декамерон Бокачо – это мое мнение уже, это не вывод там литератургический, с учетом того, что последний год там мне много надо отвлекаться именно, как раскрывается сексуальная сторона вопроса, там, любовь, в литературе, в кино, потому что мы про это все теперь делаем, только про это, про любовь. Я считаю, что Декамерон Бокачо – это основа всего, всей мировой литературы, как бы об этом, о сексуальных отношениях между людьми, на чем они выстроены, чувственные, романтические, вот там же все, там как раз есть все, как соблазни, то есть это такой учебник по анатомии любви такая. Интересно. Потому что ты потом берешь даже того же Шекспира, там по сути другим языком рассказаны те основы, которые есть у Бокачо в Декамероне, в этих приключениях, в этих забавных маленьких историях. Это же как притчи, да, у него. И уж если ты там разошелся, ты к этому можешь начать добавлять хотя бы представление о разных религиях в мире, то есть что такое ислам, что такое буддизм, что такое дао, да, у тебя там африканские какие-то истории, я в последнее время стараюсь читать, хотя мне особо некуда это там применять, мне стало интересно, я читаю вот эти как бы культы, культы, африканские культы, их представление там о природном устройстве, об отношении человека с природой, это просто интересно. Это более языческое. Это абсолютно прям, я вообще язычество люблю во всех культурах. Ты тронул тему там древних славян, я, ох, друиды, я все, 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 что касается такого до, до, это до, до, наверное, наверное, если бы моя жизнь сложилась и не унесло меня в театр, в театр, я, наверное, бы оказался где-то в антропологии. Ух ты. Наверное, потому что я так вспоминаю вот все, что мне было интересно по ходу жизни, от археологии, то есть я там ездил на раскопки там и так далее, там изучал там природу, края, историю, культуру там древности в Дагестане, где я вырос. И потом то, что я выбирал с книжной полки в библиотеке помимо списка, там летит, к экзаменам готовить, то это все было плюс-минус рядом с антропологией. То есть архетипичность, основа, наверное, вот дальше уже вот в этот топ-10 для профессии я бы советовал любому, который идет особенно в режиссуру, в креатуру, это изучение архетипов и не только по юнгу. Интересно. Потому что это как раз и есть вот эта мифология, она же архетипичная, она дает схемы. Пришел герой и убил и освободил. Дальше есть нюансы. Пришла, ей сказали нет, стала красивой, влюбила в себя и отвергла, наказала. И так далее, и так далее. То есть все очень просто. больше, это самое, да? Угу, угу. Вот добавляя к тому, что ты говоришь, из образования, образ, когда у нас есть образы в голове и мы умеем с этими вещами и понятиями работать, складывается целостное образование, когда у тебя есть в голове не просто банально звуки А, Б, В, Г, ну это же инструмент, которым мы общаемся, а когда у тебя есть под каждым символом целый образ, да, более глубокий, у тебя и представление о мире глубже. Даже если уйти от, скажем, эмоционально-чувственных предметов перейти как бы к точным, да, то есть есть математика, то есть сначала ты как буква изучаешь цифры, потом ты сделаешь простейшее уравнение, уравнение, сочетание, ты переходишь потом к алгебре, геометрии, а потом ты выходишь в высшую математику и дальше пипец. А дальше пипец. Ты пишешь цифру 3, если ты как бы гений в математике, у тебя за этой цифрой возникает целая вселенная. Хочешь, расскажу тебе маленькую историю? Я, когда учился в университете, я спрашивал у нашего, однажды спросил у преподавателя своего такую фразу, вот вселенная, как ее математически описать, где ее конец? Ну, типа, вот я представляю, что вот, допустим, наша комната оканчивается границами вселенной, но за комнатой что-то есть, то есть за вселенной всегда что-то существует. Знаешь, как он мне хорошо ответил? И мне очень понравился его ответ. Он сказал, вот представь, племя в Африке, для них счет начинается с палочки, то есть одна палочка это один, девять палочек это девять, у них нет понятия ноль, как вот, допустим, у более развитых цивилизаций. Соответственно, в математике есть дифференциальное уравнение, где левая часть, х квадрат плюс х квадрат, приравнивается к нулю. Мы, как цивилизация более развитая, можем его решить, там, уравнять вот эти х, уравнять вот эти х, а племя в Африке, из-за того, что у них отсутствует понятие ноль, оно не может даже представить этого. Соответственно, представь, что есть где-то цивилизация в космосе, которая, то, что нам сложно, там, уравнение Эйнштейна, да, е равняется мс квадрат. Они с этого начинают. Они с этого начинают. То есть уровень восприятия бесконечности нашей Вселенной для них совершенно другой. Исходное событие. Да. Мы пытаемся к этому прийти, так и есть, потому что, ну, как бы, это же всегда забавная вот эта игра рассуждений, а что дальше, а что дальше, а что дальше, да, что такое бесконечности, что такое, ну, потому что мы воспитываем, да, у всего должен быть край. Да. И представьте, что такое, нету края, тупик. Да, тебя это, как компьютер. Тригерит чуть-чуть. Да. Памяти, оперативной памяти не хватает для решения этого уравнения. А возможно, наш язык сейчас не способен, вот, возможно, у древних цивилизаций и культур было описание этого немножко по-другому. Просто у нас сейчас настолько упростилось. нет, я думаю, если уж там глубоко убегать, как ты сказал про эти племена, то есть у них нету понятия ноль. Я думаю, что у древних цивилизаций просто не было этого понятия, и это было просто само собой, то есть об этом даже никто не думал. Само собой разумеющееся. Само собой разумеющееся, понимаешь, да. Это как, меня очень поразил факт, вот, вот, ты вот тоже, как раз вот там после пандемии, ну, во-первых, надо было чуть-чуть там и финансы подправить, и я подумал, ну, вот как бы вот сейчас, вот все бросили делать онлайн-курсы там и так далее. И мне говорят, а что ты не делаешь там свой подкаст, там это, давай вот делать твои там онлайн-лекции. Я говорю, я не могу, я не могу сесть написать тезисы, и потом это, знаете что, мы должны с вами взять в левую руку, правую ногу, и сделать три шага к стенке, вот тут проснется ваш талант. Давайте, переведите ко мне на карточку 500 рублей, и вы станете еще талантливее. То есть, у меня этого, ну, как бы не срабатывает. Мне нужно вот, вот это эмоциональное общение с учеником. Чувствовать энергию. Да, и я попробовал, как бы набрать сначала одну группу, потом, через полгода повторил, взял вторую группу. Ну, как бы, некий такой курс оффлайн, и режиссуры, и основ творчества. Вот что такое, вот ты начал, первый вопрос, как у тебя рождаются идеи. Все, про это было обучение. Как, откуда это все взять? Или, у меня их столько, что я не знаю, что с ними делать. Понимаешь, как это упорядочить, да? Чему это должен быть тогда твой поток энергии, мысли, фантазии, как, чем он должен быть подчинен в процессе работы, чтобы ты не развоглился, не рассыпался, чтобы у тебя не получилось саломет говной пчелок, понимаешь, да? То есть, это же тоже такая отдельная история. говорит, а, я это хочу показать, я хочу показать, еще вот так это можно показать, и я все так вываливаю на зрителя, и подумал, что это было? Я чувствую, ты идиотом. Как бы про это было обучение. И в один поток было много молодых ребят, кто только начинает, или там, знаешь, что-то попробовали, и не понимают, как можно в этом двигаться дальше, или надо что-то поискать другое, какие-то такие ответы на вопросы, типа, что делать с тем, что я чувствую себя творцом, и что теперь с этим делать? А это не твоя профессия по образованию, грубо говоря. Потому что некоторые же люди в этом русле, я случайно попал там в творческий вуз, получил диплом, но меня и понесло по потоку, я творчеством и занимаюсь. А на самом деле, я гениальный, не знаю, там, слесарь. Вселенная потеряла гениального слесаря, понимаешь, да, потому что я просто иду в потоке, там был я в кружке в театральном, тут я поступил в театральный институт, а тут мне корочку дали, я уже дипломированный артистом или режиссер, но я пойду куда-нибудь поставлю что-нибудь, или где-нибудь сыграю, и меня так ты-ты-ты, а на самом деле там на одну роль. ну а скажи, а вот ты чувствуешь, что... И вот там мы вернемся к понятию нуля, вот это, и на втором потоке были ребята постарше, и меня удивило, что там были и режиссеры, и хореографы, и люди, у которых там свои ивент-агентства, да, там, и у них там какой-то там кризис идей, там, работы с клиентом, там, и неожиданно оказалось несколько человек, которые вообще из других профессий, типа филолог. Я говорю, а зачем я пришел? Она говорит, а мне просто интересно, вот я люблю читать, размышлять, фантазировать, вот мне просто, я вот пришла, я буду у вас учиться, как бы, смотреть, как вот вы это делаете, просто мне интересно. И вот в результате как раз вот с этими ребятами, кто был постарше, я сам многому чего у них там тоже послушал, не в плане идеи, а какой-то логики, подхода, рассуждения, то есть какой-то другой, не своей. И она как раз мы на одном из занятий, как бы, они сдавали там концепции, идеи, там, перформанса, которая отталкивалась просто от случайно ими полученной картинки. Нравится она тебе, не нравится, ты должен ей воспользоваться как три, это как триггером для создания чего-то. И она там свою концепцию принесла, там этот, и вдруг мы зацепляемся за какой-то момент, и она говорит, ну вы же понимаете, что, допустим, в некоторых языках нет определенных слов вообще. То есть, ну грубо говоря, там, упасть. Ну это неправда, я сейчас фантазийно... Я тебе могу привести пример, я об этом думал. Совесть. В Америке на английском языке нет слова совесть. У них есть осознанность, consciousness, awareness, но совесть никак нельзя перевести. Потому что, что такое совесть? Совместное ведание. Что такое ведать? Это уже глубокое понятие, которое непереводимо. Ну вот таких примеров в человечестве огромное количество. То есть, есть целые народы со своим языком, где нет определенных понятий, которые... Просто у них этого не было. Не знаю, никто не зарывал копейку в землю, понимаешь, там, да? И поэтому слово там камейка коп у них не... Что такое копейка коп? Ну я придумываю сейчас. Это вот как раз про тот самый ноль. То есть, ну просто никто и не думал, что нужно... То есть, у них не приходила в сознании мысль, что надо осознать бесконечность. Но у нас же есть. Ну не знаешь, ты очень круто докрутил эту мысль. Вот есть, знаешь, фильм мой, один из моих любимых, «Знакомьтесь, Джо Блэк», где я был... где... Энтони Хопкинс. В конце мне очень понравилось объяснение, когда он использовал в начале фразу, что такое смерть, возведи там войны, предательство, убийство, представь, и возведи эту мысль в степень бесконечности. И в конце, когда уже отец этой, своей дочери говорит смерти, а вот любовь на самом деле это не только для себя, эго, и все-все-все, это еще и забота, самопожертвование, так-так-так, и возведи эту мысль в степень бесконечности. Вот фраза, то, что мы сейчас с тобой сказали, возведи эту мысль в степень бесконечности в плане, в каждом языке не хватает чего-то. Соответственно, вот это все различия и создается, создает этот прекрасный мир, в котором можно существовать и творить. Да, 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 Поэтому по поводу, теперь вот мы возвращаемся к твоему первому вопросу, мы проделаем такой путь рассуждений, там и так далее, откуда берутся идеи. Они как раз, видимо, и берутся из этой бесконечности, в каком ключе. То есть, если ты пытаешься заполнить вот эти пробелы внутри себя, которые ты можешь осознать, то есть там, вот я стрел, стоит оранжевая лампа. Ну, здорово. Она похожа на гриб. Я могу начать развивать, она похожа на медузу. У меня сразу в голове какие-то картинки возникают, да, в связи с этим, из моего опыта. Вот теперь мы возвращаемся, важна не лампа вообще в этом, а твой опыт. И чем больше он прочитать книжку, это тоже опыт. Это не значит, что надо пойти и залезть на Эверест, чтобы потом можно было снять кино про покорение вершины или осознать вот это прохождение пути. Ты можешь просто почитать правильную книгу хорошего автора, который в тебе разбудит эти эмоции и даст образы. И потом, когда я буду смотреть на лампу, я этот опыт буду использовать, чтобы понять, какая идея рождается, как я ее буду реализовывать. Понимаешь? То есть итог, как ты заполняешь вот эти пробелы в понимании? Он тебя и двигает вообще в любом твоем деле вперед. Если ты их не заполняешь, ты начинаешь усыхать. Это как нарушение в позвоночнике позвонков. Ты сдвинул, и если ты вовремя не поставил все обратно, ну, как положено природой, ровненько, с прослойками там, т-т-т, раз, и организм заполняет эту пустоту. Нарушается целостность. Нарушается целостность. И организм сам, если ты об этом не заботишься, вот как хочет, он так это заполнит. Откуда все боли там и так далее. Он заполнит, он не терпит, чтобы в позвонке была пустота. Он это, там, какой-то костной жидкостью, наростами, откуда там эти протрузии, он это все заполнит. Ты точно так же. Если ты не сам заполнишь, то просто пустоту. Твой организм, природа ее заполнит. Либо это сохнется. Ты будешь плоский, сухой, скучный, банальный. Либо ты зальешься как-то такое говнище. Ну, шлак. То есть это выбор. Твой выбор. Конечно. Что там у тебя будет в этих нишах? Шлак или все-таки ты туда посадишь полезные овощи? Которые... Все, и все, поэтому... Все, откуда берется идея? Музыка, нота, слова, текст, образ. Конкретный человек. Я очень люблю, когда меня люди вдохновляют. Это круче, чем любое произведение искусства. Вдохновение от живого человека, от того, вот, какой он есть, ты так, все, блин, сейчас вокруг. Вокруг этого наверхим столько, что... Ты меня сегодня невероятно вдохновил. Я просто безумно благодарен за то, что час целый пролетел, как минута. Ой, попиздите, я люблю. Схлопывается время. Это будет финальная точка. Да, благодарю тебя просто за вдохновение и за то, что пришел. Дальше есть банальная фраза, которая тоже не перейдет. Душа обязана трудиться. Все. Это и есть проект твоего заполнения. Дальше можно это перевести в любой визуальный образ. Там заполнение пустоты, наполнение организма, осознание бесконечности. Неважно. Мы должны внутренне просто трудиться. А сэринтвольшески нет. Кайф.